101 пиар 101 пиар в эфире 101 пиар с вами в студии дарья тангел сегодня у нас гостях алена маркова добрый день алена добрый добрый день друзья представлю алену алена это пиар и smm практик организатор деловых мероприятий фотосессии для бизнеса также эксперт по личному бренду и основатель пиар-агентства арск сегодня бренд это не только компания до которая предоставляет товары или услуги в современном мире мире индивидуальность тоже становится брендом то есть человек становится брендом и сегодня мы с аленой поговорим о том что то что же такое личный бренд как его строить и почему это важно алена давай начнем с главного что такое личный бренд ну что друзья в нашем мире коммуникации причем коммуникации да как битуби такие битуси как с потребителем такие между деловыми и бизнес кругами на первый план безусловно выходит личность сегодня люди доверяют людям вы можете выпускать безусловно качественный продукт это основа того чтобы вам заявлять о своем сильном личном бренде на мой взгляд вы можете быть хорошим управленцем вы можете быть неплохим топ-менеджером но если вы не будете осознанно вести свой личный бренд и понимать для чего в бизнесе вы это делаете то наверное но не так быстро все-таки достигнете своих целей а цели у предпринимателей могут быть разными поэтому говоря о том что такое личный бренд сегодня да и в понимании предпринимателей на мой взгляд это четкая продуманная стратегия позиционирования себя и своих бизнес интересов это также как стратегия развития компании думаю здесь существенной разницы нет когда мы понимаем что мы делаем для чего мы это делаем с какой аудиторией мы работаем каковы свойства и качества нашего продукта кто наш конечный потребитель продукты это человека до данной в данной теме абсолютно до ставим здесь знак равенства потому что техники подходы плюс-минус они наверное похожи да они похожи поэтому здесь имеет значение абсолютно вот набор компетенции которые составят основу вашего сильного я вашего сильного позиционирования это как пазл это у всех индивидуально а вот у всех индивидуально а вот для кого все таки кому нужен в этот личный бренд и главный вопрос а зачем вот для чего то есть вот ты говорила про предпринимателей да то есть предположим предприниматель вот я занимаюсь бизнесом мне личный бренд зачем смотря каким бизнесом ты занимаешься хорошо а здесь мнение у предпринимателей самих разнятся я поддерживаю кто-то говорит что большие деньги любят тишину слышала не раз такое да и поэтому никто особо не светится да там светится допустим более такого мелкого ранга до персонала ну например ну или те кто в начале пути или те кто в начале все них еще эго хочется эго своего потешить что я занимаюсь бизнесом и я богат я могу себе позволить там предположим билборды и обложки там и так далее так далее да но с другой стороны если вы работаете в компании которые относятся но прежде всего к сфере услуг то есть вы оказываете услугу людям это может быть банковская сфера это может быть да там страховой бизнес финансовый консалтинг это может быть и коучинг да в разных сферах это могут быть организации работающие с детьми да с образованием то есть здесь очень важно кто стоит у истока в компании и когда люди выбирают эту услугу они прежде всего соотносят допустим свои взгляды со взглядами руководителя понимают а насколько мне близок стиль его управления а насколько действительно у него работает хороший персонал а персонал хороший работает только у людей с продуманным сильным брендом это еще одна стратегия для тех топов которые делают свое имя чтобы потом персонал шел к ним на это имя прежде всего в их компании я даже много раз слышала и сама часто это употребляю своих речах скажем так то что люди перестали покупать не всегда не все они готовы покупать у компании да там убить обезличенной компании да зачастую они делают покупку у человека когда человек понятен близок и его ценности вот как раз как ты говоришь да его стиль ведения бизнеса он им интересен и они считают что так должно быть и это усиливает конкуренцию дал и твою позицию в конкурентной вот этой среде да она повышает правильно тебя понимаю безусловно это так хотя ты знаешь у меня была любопытная встреча на этой неделе с одним из новых руководителей крупных предприятий в области и я шла на встречу естественно готовлюсь и понимая а что же я могу узнать о человеке я понимаю что не поисковые системы не соцсети мне ни одной информации о нем не выдали это была забавная история когда я пришла на встречу не зная человека в лицо впервые друзья со мной была такая история и когда мы уже познакомились с человеком я говорю алексей позвольте вопрос как же так ведь вас нет ни в одной соцсети хотя вы молодой управленец вам 38 как как так сказал а зачем я серьезно я серьезный человек у меня завод и мне некогда ну то есть мы с ним посмеялись потому что я говорю понимаете ведь прежде всего вы руководитель тысячного да там предприятия представьте те сотрудники которые к вам хотят прийти они прежде всего хотят узнать а кого они что за шеф да что за шеф кто он вообще такой хотя бы минимальный набор информации поэтому вот это тоже подход здесь я думаю что нет однозначно ответа да там нужно развивать личный бренд или не нужно безусловно тем кто это делает осознанно это дает плюс с точки зрения динамика динамики развития бизнеса и если мы можем привести примеры то конечно даже у нас в кирове есть такие предприниматель хорошо мы к примерам обязательно вернемся давай поговорим о том какие элементы личного бренда вообще существует то есть что является составляющим вот этого понятия но прежде всего в основе бренда лежит скажем как бы это пафосно и не звучало но ваша миссия да то есть что вы из себя представляете это знаешь я считаю такой список философских вопросов многие люди на которые всю жизнь отвечают и не могут ответить на эти вопросы а тут вот так вот давай-ка поди и ответь на эти вопросы то есть для чего ты занимаешься этим делом да почему люди должны доверять тебе а что в тебе такого особенного чего нет в других людях это так называемый утп о чем мы говорили с алексей обжирином говорили на одной из предыдущих программ то есть у каждой компании у каждого предприятия есть утп да также у каждого продукта есть утп и утп должно быть у каждого человека ну который занимается личным брендом да безусловно отлично причем это утп очень гибкая потому что мы понимаем что за определенный период времени у бизнеса в том числе у личности у предпринимателя может быть несколько проектов эти проекты могут быть развиваться да могут еще идти в параллели и поэтому это утп может усиливаться со временем да то есть там сегодня ты позиционируешь как например не знаю там айтишник номер один в россии ну условно говоря завтра ты можешь добавить при наличии определенных компетенций друзья я это подчеркиваю постоянно что спикер ведущих российских конференций следующее утп если оно очень важно там не знаю отец четверых детей да то есть кто как себя позиционирует смотря какая целевая аудитория и смотря какая аудитория вот соответственно если это стартапы конечно здесь наверное багажа такого опыта как у людей которые прошли определенный путь нет поэтому здесь люди ну больше такими лозунгами да там заявляют и себе но надо сказать что даш стартапы и вот ребята которые 18 плюс они легче относятся вот к этой теме а и они на личном бренде очень многие себе уже сделали именно уже стали мы известными уже стали раскрученными они освобождены от того вот багажа аналитики да который есть у состоявшихся предпринимателей а как это я заявляю себе это не скромно это не должно быть так это должно быть идеально вот так у молодых ребят такого нет часто даже молодые ребята я не не хочу ни в коем случае никого обидеть они завышают собственную значимость возможно для маркетинга это и неплохо да но в результате люди могут обжечься поэтому для конкуренции опять-таки вот людям более взрослым более опытным все-таки нужно говорить о том что они эксперты безусловно то есть в основе это утп что идет дальше дальше мы должны понимать что у вас как у человека есть продукт когда личный бренд это просто бла-бла-бла это вот к ребятам из инфобизнеса это вот вот про эту историю когда мы про предприниматели мы должны понимать что личный бренд сильный может быть только у тех предпринимателей у которых есть качественный продукт это моя принципиальная позиция если вы производитель если вы понимаете что вы оказываете качественную услугу или у вас есть хороший продукт с репутацией со знаком плюс, только тогда я считаю, вы имеете право заявлять о себе и вообще рассказывать о том, что вы делаете и почему вы молодец. Даже это скорее, я бы сказала, есть смысл заявлять о себе. Иначе зачем? Просто ради того, чтобы стать известным? Есть и такие задачи, понимаешь? И когда мы встречаемся вот с такими людьми, то наши встречи очень короткие. Я говорю, нет, мы работать с вами не будем, потому что хороший пиар может быть только у хорошего продукта, либо у целостной личности. Это второй момент. И третий момент – это упаковка. То есть дальше уже происходит вопрос, а как транслировать эту информацию? Как визуально себя упаковать? Как донести до аудитории? С помощью чего? Какие каналы коммуникации есть? То есть все точно так же, как и в продуктовой линейке. По сути, да. Хорошо, вот мы рассказали об элементах. Ты рассказала об элементах. Вот этапы построения личного бренда, на какой период они могут примерно распространяться? То есть это ведь явно история не двух месяцев. Конечно же нет. От полугода до года идет речь о том, чтобы все эти… Какой-то результат уже получить. Да. То есть это такая история в долгую. Безусловно. Иначе смысла нет. Я согласна. Я согласна в этом абсолютно. Алена, расскажи, пожалуйста, о каких-то показательных примерах. Я знаю, что они у тебя наверняка есть. О ком, конечно же, можно сказать, да, и о ком допустимо говорить. Вот кто имеет сильный бренд? Вот кого ты видела с сильным брендом? Вот кого ты можешь назвать, чтобы вот человек по ту сторону радиоприемника сказал, а я согласен, да, его бренд сильный. Вот кто? Слушайте, ну… Может быть, даже я вот, прошу прощения, перебью. Может быть, даже мы разделим на три градации, то есть общемировой, федерального масштаба и наш местный такой личный бренд. Известный человек. Ой, как интересно. Такая пошла в голове картотека. Картотека, друзья. Перечисления, да. Перечисления, да, безусловно. Ты знаешь, я, наверное, для меня главным примером, и после чего я вообще занялась изучением этой темы очень глубоко, стала фигура Евгения Максимовича Примакова. И для меня это, наверное, такой человек-легенда, да, и в российской политике, и на международной арене. Действительно человек-бренд такой же, как сейчас и Сергей Лавров, безусловно. Это вот из числа тяжеловесов. У меня был период, когда мне посчастливилось взять интервью у этого человека, и ты не представляешь, конечно, это был невероятный мандраж. Я шла по коридору, у меня тряслись коленки, думаю, боже мой, ну то есть вот человек-эпоха, человек-легенда, и как бы какая-то девочка из Кирова. Вот, это было просто для меня что-то с чем-то. Но когда мы встретились, глаза в глаза, Евгений Максимович проявил такую, мне кажется, мудрую свою такую житейскую дипломатию, и начал просто разговор ни о чем. Как-то долетела, как чего, что кольцо на пальце, уже замужем, ух ты. И я настолько поняла, что какими простыми могут быть по-настоящему вот люди с большой буквы. И тогда мы много говорили обо всем, и он сказал, что, ты знаешь, несмотря там на то, что я сделал или что обо мне говорят, я считаю, что всегда нужно быть скромным, всегда нужно просто любить то дело, которое ты делаешь, и, наверное, тогда ты будешь лучшим в этом деле. Вот это, наверное, один из самых таких ярких примеров. Сейчас, что касательно российского уровня, ты знаешь, много талантливых предпринимателей действительно есть, и, не знаю, там, мне импонирует Екатерина Гордон, мне Игорь Рыбаков импонирует о том, что, опять же, это люди-дела. Прежде всего, люди-дела. Потом они уже приплюсовали к этому медийную составляющую и ряд, безусловно, других задач. Поэтому у них можно поучиться, как это делать, да, безусловно. Ну и ряд других предпринимателей, которые, да, там, не столь афишируют. Не знаю, интересна позиция Тинькова, да, в отношении личного бренда, когда он говорил, что, ребята, ничего искусственного быть не должно. Вы должны жить так, как будто вот, ну, там, завтра не наступит, и сегодня вы по максимуму должны сделать и в личном, и в профессиональном плане, и не стесняться об этом рассказывать. Рассказывайте, говорите об этом простым, понятным языком. Вот в этом успех. Мне эта позиция тоже близка. Если говорить про наш город, я считаю, вообще, у нас город в этом плане уникальный, потому что, наверное, наш бизнес, он привык так трудиться, привык вкладывать именно в качество продукта, еще раз подчеркну, потому что у нас город маленький. Город маленький, да. И мы понимаем, что если, да, там, в столице, что в основной, что в северной, могут быть какие-то, да, там, истории... Однодневные. Однодневные, то здесь, конечно же, нет. Здесь все построено на доверии. Поэтому наши предприниматели работают на доверии. Я сегодня уже говорила про Алексея Обжирина. Да, безусловно. Алексей, я считаю, это один из примеров тех людей, которые не один год занимаются кирпичик по кирпичику, построением своего личного бренда на основе, безусловно, профессиональных сильных компетенций. Мне кажется, Алексей, он как раз-таки вот сам показатель того, что он продвигает про стратегическое... Да-да-да. Безусловно, сто процентов. Мы там возьмем, ну, давай, там, наш любимый общепит и пожелаем ему успехов, да, тех ребят, кто там у нас, и Юлия Долгаршиных, да, там, и Никита Семиларских. У всех разное позиционирование, но импонирует их искренность. Они в открытую рассказывают о том, что получается, а что не получается. И вот это, мне кажется, больше всего людей привлекает, искренность. Потому что прошел тот период, когда, там, возьмем те же соцсети, вот эти вот идеальные витрины с идеальными людьми, да, там, с выверенными до последней запятой текстами, вот это вот все ненастоящие люди уже этим наелись. Поэтому сейчас ценится, безусловно, искренность. Мне нравится, там, ребята, водовоз, да, там, Илья Сагаев, как он идет тоже к этому. Это тоже замечательно. На основе, опять же, продукта, да, потихонечку-потихонечку заявляя себе, пусть осторожными шагами, но двигаясь в этом направлении. Ну, и ряд других компаний. Хорошо, Ален, а расскажи, вот, с чем можно столкнуться, с какими трудностями можно столкнуться при построении личного бренда? Я думаю, что главное – это с пониманием того, что это игра в долгую, как мы сказали. Это даже больше не игра, а образ жизни. И человек, который об этом задумывается, должен честно себе ответить. Готов ли он вкладываться временем в развитие себя? Готов ли он вкладываться ресурсами, да, в развитие команды? Потому что сильный личный бренд равно команда. В одиночку это не сделать. Готов ли он открывать определенные стороны своей жизни больше, чем это допустимо и возможно? Потому что это вопрос личной безопасности, безопасности семьи. Я, например, знаю истории, когда предприниматели, оно там не у нас в городе, но тем не менее, в эти же там 90-е обожглись на том, что они слишком о себе заявляли, слишком себя везде продвигали, и, к сожалению, это может коснуться безопасности в том числе семьи. И, кстати, до сих пор даже некоторые этого боятся, и я часто сталкивалась вот как раз-таки при работе с коммерческой службой нашей радиостанции, что они впрямую говорят, мы у вас разместим рекламу, а к нам потом придут. Да. И знаешь, вот насколько это в головах у людей за 30 лет до сих пор не вышло с 90-х, что они до сих пор верят в то, что вот они о себе заявят, и к ним обязательно придут с проверкой. А это правда, чего греха таить, это абсолютная правда. Чем более заметным ты становишься, тем больше внимания со стороны всех. То есть всё-таки так и есть. Этот риск есть, поэтому если ты сильный лидер по натуре, то для тебя это, в общем-то, не проблема. Но если есть определённые нюансы, о которых ты пока не можешь сказать, или их важно скрыть, то, конечно же, это будет уязвимым местом. Это честный разговор с собой. Вот на берегу эти вопросы себе нужно задать. Готов ли ты, да, что там для тебя это будет. Насколько ты чист для того, чтобы выходить в публичности и заявлять о себе? Да, однозначно. Потому что мы там помним историю, ой, она мне очень нравится, Даша. Сейчас скажу в плане личного бренда. Один из замов губернатора Владимирской области, по-моему, лет 5 назад, очутился в такой ситуации, когда после совещания, видимо, где-то выездного, он решил пойти в туалетную комнату и там застрял. Ну, то есть в кабинке. Ну, так бывает. Ну, что делать? Что сделал этот нерадивый чиновник? Казалось бы, ну, пустяковой историей её можно было решить одним звонком. Но он решил, поскольку, видимо, недавно завёл аккаунт в Инстаграме, он решил поделиться и посетовать на эту историю публично. Соответственно, что это получилось? Это получился такой момент, как сейчас говорят, хайпанул. Он хайпанул, безусловно. Как и число сожалеющих, так и число тех, кто над ним посмеялся. В итоге это просто какая-то публикация, которая набрала невероятное количество просмотров и всего. Но самое-то это ничего. Потом всё благополучно разрешилось. Но дело в том, что потом во всех поисковых системах, когда вводилось имя и фамилия этого чиновника, что у нас в стопе было... Всплывала именно эта история, да? Эта история. И несмотря на то, что он потом некоторое время уже спустя уже не работал в правительстве, всё равно эта история всплывала, да? Его преследовало уже дальше. То есть, друзья, вот интернет помнит всё. Всё. Это надо понимать и чётко отдавать себе в этом отчёт. Поэтому вот репутацию в сети, вот здесь надо прям блюсти, как вот самое своё дорогое, что у тебя есть. Мы плавно перейдём к негативу, да? Потому вот как раз ты заговорила про интернет. Всегда, в любом случае, найдутся хейтеры, которые люди ненавидят тебя там за всё, что ты делаешь и не делаешь тем более. Вот что с ними делать? Вот, предположим, человек активно занимается продвижением личного бренда, активно работает над этим, да, пишет посты, делится своей жизнью, там, при помощи СММ. Вот что делать с негативом? Вот пишут негативные комментарии, начинаются какие-то странные звонки, жалобы или ещё что-то. Вот с этим что делать? На это вообще нужно отвечать? Негатив, конечно, нужно отрабатывать, это безусловно. С точки зрения, там, этики переговоров, идеально, когда негативщиков из общей толпы, да, вот этой вот обсуждаемых, вы уводите в личное сообщение и закрываете, ну, на какие-то конкретные действия, да, то есть, там, готовы встретиться, обсудить или пишите подробно. Пойдём, выйдем, да, поговорим. Пойдём, выйдем, поговорим. То есть, если это просто, да, там, тролли, то это понятно, что всё это дело отпадает, вот, а если нет, то, ну, сейчас, благо, инструментарий, да, там, технологий позволяет этих людей как вычислять, так и, собственно, блокировать, поэтому здесь механизмы есть. Если мы это говорим в рамках, там, одного города или, ну, это всё, опять же, вычисляется, лучше, конечно, с такими людьми выходить, дружить, да, находить общий язык, отрабатывать. То есть, хейтеров, получается, лучше не отодвигать от себя, а, наоборот, делать ближе. Не хейтить. Сделать их своими сторонниками постепенно, да. Хорошо, Ален, мы поговорили о предпринимателях, да, о том личном бренде, который предприниматель может сделать для себя, для продвижения услуг своей компании, либо, например, своих частных услуг, если это, там, подпозже, самозанятые, либо организатор каких-то мероприятий, там, или ещё чего-то подобного. Как ты считаешь, вот мне лично это очень интересно, потому что, вот, я сторонница всё-таки личного бренда не только предпринимателей, но и сотрудников компании, вот, для роста по карьерной лестнице личный бренд поможет или нет? Безусловно, поможет. Как ты думаешь, это может выглядеть? То есть, вот, что человек, вот, и, предположим, сотрудник компании, да, он находится там на начале своего карьерного пути, вот, что он должен делать для того, чтобы его руководство заметило, чтобы повысилась его ценность на рынке, и стали повышать ему заработную плату, повышать его по карьерной лестнице, вот, что он должен делать? Ты знаешь, здесь первое, что пришло на ум, как в студенческие годы, да, вначале, там, ты работаешь на зачётку, потом зачётка на тебя. Ах, если бы. Ну, если бы, да. Здесь примерно вначале ты работаешь на трудовую книжку и на личный бренд, а потом он работает на тебя. Это действительно так. Я считаю, если специалист адекватный, если он продуманный, если он ответственный, исполнительный, то он просто должен, там, начинать с первой ступеньки, делать свою работу качественно, по возможности, естественно, говорить о том, какой он молодец, ну, из числа руководства, и быть сто процентов лояльным к своей компании. Да, то есть мы понимаем, что это такое. Я считаю, что правильный, продуманный сотрудник, который хочет вырасти до следующей позиции, он не стесняется рассказывать, в какой классной компании он работает, он не стесняется рекомендовать свою компанию как работодателям, он делает то, что от него не ожидают, да, то есть предвосхищая, скажем так, ожидания. И когда это в системе, да, то есть здесь на фоне других очевидным, то есть выявляется этот лидер, и продуманное руководство уже видит, ага, этот сотрудник мотивирован, этот сотрудник лоялен, но мы видим, какими он темпами развивается, значит, чтобы нам его не упустить, нам все-таки нужно ему сделать предложение. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, через пару минут вернемся. В эфире 101PR, с вами в студии Дарья Тангел и моя гостья Алена Маркова. Мы говорим про личный бренд. Алена, я тебя беспрецепно перебила на самом интересном. Продолжи, пожалуйста, про личный бренд в карьерном росте. Ты говорила про то, что важно обязательно быть сторонником своей компании, быть сторонником руководства, да, и что дальше? Безусловно, то есть если человек видит себя в этой компании, если человеку нужен опыт профессиональный, нужны компетенции, он должен быть трудолюбивым, он должен вкладываться на все сто и показывать всю свою полезность, нужность и важность руководству. Где-то даже быть более дерзким. Прямо сказать, да, я работаю на позиции специалиста, но, Иван Иванович, вы знаете, я вообще считаю, что мог бы быть вашей правой рукой. Сейчас важно быть смелым. Вот личный бренд – это про таких, это про дерзких, это про смелых, это про то, чтобы делать не то, чтобы шаг вперед, а два шага вперед. Знаешь, как в эту, кто на стройку? Я! Кто туда? Я! Вот это так, потому что иначе вы будете, потеряетесь в толпе. Таким же, как все. Я бы еще, знаешь, что хотела добавить к этой теме, то что я считаю очень важным выглядеть, визуально выглядеть на позицию выше. То есть если ты работаешь обычным рядовым сотрудником, специалистом компании, обычным менеджером по продажам или еще кем-то, обычным инженером, блин, сделай так, чтобы ты выглядел круче своего начальника. Ты знаешь, я смеюсь не просто так, я не просто так смеюсь, потому что лично со мной была такая история, когда мне муж подарил автомобиль, я приехала на работу, и мне руководитель сказал, Алена, как минимум не скромно иметь автомобиль лучше, чем у шефа. Это как бы к вопросу, что ты все-таки имеешь какие-то виды? Я говорю, конечно, я имею виды. Да, безусловно, это так. Ну вот я об этом, то есть я уверена, я считаю то, что вот, знаешь, есть такой термин, он очень хороший, у менеджмейкеров федеральных особенно, я вот, по крайней мере, в Кирове такого не слышала, коридорный тест. То есть когда сторонний человек, вообще никак не относящийся к этой компании, садится в конце коридора и начинает просто смотреть, кто проходит по коридору из сотрудников, и он смотрит, вот это вот обычный специалист, а вот это вот руководитель, а вот это, наверное, прошел шеф. И вот любопытно, не всегда он попадает в нужное место. И часто бывает такое, что люди на более низких должностях, но которые ответственно относятся к тому, как они выглядят, они выглядят дороже, они выглядят успешнее. И мне кажется, и я думаю, что это исследования какие-то подтвердят, я честно не смотрела, не искала этого. Я считаю то, что такие люди в карьере вырастают быстрее. Ну, безусловно, плюс к этому мы добавляем мозги, друзья. Конечно. Без мозгов никак. То есть, ну, например, там возьмем юридическую компанию, где, в принципе, дресс-код, ну, плюс-минус одинаковый. Но там ваш самый крутой юрист, он может быть серым кардиналом, но выигрывать самые сложные дела в судах, например. Ну, Ален, недопустимо, когда, предположим, человек, занимающий высокий ранг и высокую должность, ходит на работу, там, я никого не хочу обидеть, в шортиках, в шлепках и в маечках. Это недопустимо, на мой взгляд. Безусловно. У меня была еще одна история. Значит, мы организовывали крупную пресс-конференцию на базе одного из наших вузов. Вот. И там была тема сотрудничества вуза и предприятия. И со стороны предприятия руководитель женщины была в качестве одного из спикеров. Вот. А поскольку мы сотрудничали с московскими пиарщиками, делали это мероприятие, я так скромно, но поинтересовалась. Я говорю, коллеги, а в чем сегодня будет ваш спикер? Ну, как бы, Алена. Она всегда выглядит идеально, всегда выглядит хорошо. Какие вопросы? Я говорю, ну, нет, на всякий случай. Просто камеры, фотографы, ну, знаете, сами. Всякое бывает. И не просто так я это сказала. И это именно случилось. И это именно случилось. На фоне всех ученых-мужей, которые были в костюмах, в рубашках, в галстуках, ну, я примерно в таком же дресс-коде была, вот, вошла наша спикер, вторая спикер. Она была в невероятно яркой блузке, в облегающей юбке до колена, с ярко-розовой помадой и в каких-то невероятных сапогах, что я просто так вот села в уголочке и закрыла лицо руками. И думаю, ну, хорошо, что камеры снимают хотя бы верхнюю часть до пояса. Да, они сидели за столами. И это, по крайней мере, нам дало какой-то плюс. Конечно же, да, это все имеет отношение к внешнему виду. И, безусловно, не все, даже руководители, чего уж там греха таить, понимают эти особенности. Что это важно. Упаковка важна. Упаковка, да. Внешний вид при личном бренде важен. Даже сейчас есть, да, такое понятие, да, как одежда для переговоров. Есть, друзья, такое понятие, где мы знаем, кому мы идем навстречу, где заранее изучается дресс-код, принятый, например, в той компании, куда идет переговорщик и его команда, и где мы стараемся быть максимально там либо на равных, либо за счет каких-то статусных аксессуаров, подчеркивать, что вы надежный партнер, вам можно доверять, и у вас одна система координат по мышлению. Это очень тонкие моменты и важные. Это важно. Я согласна. Абсолютно. Хорошо, Ален, расскажи опять по примерам. Давай вернемся к примерам. Мы все это очень любим. В общем, вот я знаю, ты мне рассказывала об этом, когда собственник бизнеса готовил своего преемника. Мы можем об этом рассказать с вашим слушателем? Ага, друзья, да, да, да. В каких случаях это важно и нужно, в каких случаях можно это делать, и к чему в итоге мы можем прийти? Расскажи. Конечно, самый такой больной вопрос, когда вот мы касались личного бренда сотрудников, и этот вопрос задает абсолютно каждый руководитель. Алена, вот вы говорите, что надо растить, надо холить, лелеять, а вот они потом вырастают неблагодарные и уходят, такие все звезды. А как? А как же быть? Этот риск был, есть и будет всегда. Это факт. Вопрос в том, насколько талантливый и сильный руководитель вы. Насколько у вас есть харизма управлять людьми и держать в команде лучших. Это уже другой вопрос. Другой разговор, да. Поэтому, да, у нас была задача вывести в публичное пространство человека, которого готовили с должности исполнительного директора уже в основной состав, так сказать. Поскольку у собственника были другие приоритеты и другие бизнесы, и он был в возрасте, собственно, готовился преемник. И задача для нашей команды была абсолютно понятная, измеримая. В течение полугода вывести человека в медийное пространство, то есть чтобы о ней узнали СМИ, чтобы ее приглашали как эксперта, чтобы рассказывали об тех успехах, которые в профессиональном ключе были, ну и чтобы она как руководитель была вхожа в определенные профессиональные тусовки. Вот, соответственно, был составлен план, пожали руки, начали выполнять работу. Но что по факту? Где-то примерно месяц на пятый заказчик говорит, все, она устроила нам огромный скандал, стопы немногами, что произошло? Вы, да вы, что вы наделали? Теперь звонят ей, а не мне. Теперь приглашают ее, а не меня. И вообще, что такое? Я тут заскучала, как же так? Мы говорим, подождите, но мы же на бумагу открываем. Да, это было именно такое. И в итоге произошел конфликт интересов, и стороны расстались друг с другом, и каждый остался при своей компании. Это, конечно же, был не тот итог, на который мы нацеливались и рассчитывали, но узнаваемость в данном контексте привела вот к такому результату. К ревности. К обычной ревности. Ну что делать? Разные люди бывают, да, результаты тоже бывают разные. Ален, вкратце у нас осталось буквально две минуты. Вот дай рекомендации тем, кто только задумывается о личном бренде, с чего начать? Вот прям первый шажочек, что сделать? Первый шаг – ответить себе на вопрос, чем вы интересны этому миру. Второй шаг – понять, как вы будете рассказывать об этом, и какую пользу будете нести в ваших посланиях. Третий вопрос – инвестировать в свою упаковку. Ну и четвертый – быть искренними с аудиторией, потому что сегодня работает только искренность и доверие. И мы помним, что люди покупают у людей. Спасибо, Алена. Напомню, что сегодня у нас в студии была Алена Маркова, пиар и СММ-практик, организатор деловых мероприятий и фотосессий для бизнеса, эксперт по личному бренду и основатель пиар-агентства «Арск». Алена, спасибо большое, что рассказала нам столько много всего интересного, что поделилась своим личным и профессиональным опытом. Очень рада была тебя видеть в нашей студии. Спасибо. До новых встреч, друзья, и всем успехов в построении сильного личного бренда. Всего доброго, до свидания.